К другим темам. Щадящие малоинвазивные операции внедрили в Мамонтовской больнице. Эти технологии наиболее безопасны для пациентов. Специально для того медики закупили новое эндоскопическое оборудование. Необходимость ездить на операцию в Краевую столицу теперь отпала. Все подробности у Дмитрия Будкова. Операция прошла вообще безболезненно. Ну как, спину укол ставили. Я даже не чувствовал, ну как вот, что-то, как нитку или что-то тянут, как вот такое. Боли вообще никакой не было. 40 минут на операцию вместо нескольких часов за такое короткое время Ивану Ольшанскому удалили грыжу. Малоинвазивные операции в Мамонтовской больнице освоили недавно, всего полгода назад. Но даже за такое короткое время врачи заметили положительный эффект. Методика малотравматична и пациенты быстрее идут на поправку. Дело в том, что операцию выполняют без полосных разрезов через маленькие проколы. С помощью лапора или эндоскопа. В этом году у нас как бы рост вообще оперативной активности. За счет внедрения малоинвазивной хирургии, за счет внедрения грыжесечения. Не только грыжесечения мы делаем, не только мини-инвазивные операции. Это вся экстренная хирургия. То есть в деревне у нас это и таракальная хирургия, это различные травмы. Это и операция на кишечнике, на желудке. То есть достаточно большой спектр оперативных мешалистов. Все плюсы новой методики на себе ощутила и Людмила Казанцева. Полтора года ее мучили боли, проблемы с желчным пузырем. Это не первая ее операция. И тут есть с чем сравнить. Раньше делали полостные. И на восстановление уходило вдвое больше времени. Около недели. А после малоинвазивной уже на вторые сутки пошла на поправку. Полостная, конечно, тяжелее, чем вот эта. Это намного легче. Я считаю, что во вторник мне сделали. В среду я уже в обед поднялась. Уже начала ходить. Ну и так чувствую намного лучше, чем то делали. За восемь месяцев по новой методике хирурги Мамонтовской больницы прооперировали 12 пациентов. И это не единственное достижение местных врачей. Здесь практикуют и гернеопластику. Это щадящие операции по лечению грыжи. Хирурги используют сетчатые импланты. Такая технология минимизирует рецидивы грыж. Дмитрий Бутков, Александр Морозов. Новости.